Всем привет! У нас гостя компания Мелит АК. Роман, начальник производства ножевой продукции. Леонид. Приветствую! Всем хорошо известный по выставкам Клинок, замдиректора по общим вопросам. Сегодня мы расскажем об истории компании, покажем новинки, расскажем о продукции Мелит АК. И, конечно, у нас будет в конце розыгрыш ножа. Поехали! Ну что, начнем с истории. Леонид, что все началось? 25 лет назад, в 96-м году, нам в этом году уже будет 26 лет, основателем компании стал Борис Зельевич Богославский. Это доктор технических наук, долго работающий в оборонной промышленности. У него на его счету более 100 патентов. И первое, что ему предложили сделать после окончания его ученой карьеры, это изготовление и производство скальпелей для медицины. Следующим заказчиком для нашего завода стали мясокомбинаты, которые остро нуждались в качественных и уже известных им ножах. Запасы советского промышленности уже заканчивались. То есть мясокомбинаты подошли уже с ГОСТами, готовыми чертежами Борису Зельевичу, и просили сделать их точно такими же. В соответствии с ГОСТами? Да, именно в соответствии с ГОСТами. То есть это не его изобретение, а это именно формы, это все ГОСТовские формы для каждой операции на мясокомбинате. Поэтому они получились известными, и нам порой на выставки приходят люди, которые показывают точно такой же нож, но с другой рукояткой, естественно, 50-х годов или там даже 30-х. А это потому, что делались они как раз по тем же ГОСТам советским, которые и делались и 50 лет назад. Да, выверены и точно. Ну, по ГОСТу тогда были формы, да? Совершенно верно. По ГОСТу перешли только формы, а технологии изменились. Технология называется примененная холодной пластической деформацией металла. Она коренным образом отличается от традиционной технологии изготовления ножей для мясной промышленности. В корне отличие заключается в том, что при обработке заготовки по ГОСТу использовался метод шлифования. То есть была пластина, которую шлифовали под нужные размеры? Да, была пластина, которую, если грубо сказать, обдирали до нужной формы на круге условно. При этом кристаллическая решетка само собой подвергалась этому воздействию. Технологии, применяемые на нашем заводе, отличаются тем, что как раз вот эта и пластическая холодная деформация металла происходит за счет обжима подобной заготовки. То есть это заготовка, которая сначала вырезается из пластины. Она в 200-тонном прессе вальцами получает вот такую форму уже клинообразную, которая и требуется от ножа. И впоследствии подвергается электрохимополировке, которая защищает ее, соответственно, от коррозии. Ну и финишем всего этого является заливка в термоластопласте рукояти. То есть все просто, быстро и дешево. Да, за счет этого и формируется цена невысокая. Кристаллическая решетка не подвергается никаким вот этим вредящим ей нагрузкам, а как бы сжимается. То есть эта технология используется и по сей день на современных ножах, которые сейчас мы видим на столе. В сети я видел комментарии по поводу того, что старые рукоятки были скользкие и не очень удобные. Чем это было обусловлено и что сделано сейчас? Мы не меняем рукоятки. То есть у нас пользуются спросом все рукоятки, все материалы. У нас здесь вот не представлены еще деревянные есть рукоятки, которые на мясокомбинатах бойцы или обработчики мяса под свою руку могут доработать. Так как им надо. Да, так им надо. То есть с пластиковой это сложнее сделать. А параллельно мы запускаем новые материалы для нашей продукции. Здесь если используется полипропилен, более твердый и скользкий материал, то вот здесь уже термоластопласт, он пластичный и более цепкий. Хорошо в руку ложится. Хорошо в руку ложится. И на данный момент он уже у нас проходит испытание на одном из мясокомбинатов России. Мы с нетерпением ждем результатов. Если он покажет себя хорошо, тот ряд ножей, то мы его запустим в производство и возможно вы сможете пощупать на ближайшей выставке эти ножи. Так а почему изначально рукоять была гладкая? Дело в том, что тогда не было такой гаммы выбора материала и сразу решили перестраховаться, так как были жесткие требования от садминистанции. Потому что работали с мясокомбинатами. Да, это на всех профессиональных мясокомбинатах, сейнерах, пищеблоках. То есть там очень строгий был подход к этому делу. Поэтому сделали гладкий, чтобы не забивалась ни грязь, никакие бактерии не размножались и легко мылась. Она самая главная в моющих машинах при большой, при высокой температуре. Поскольку это все-таки хозбыт, они не комплектовались никакими ножнами, это поставлялись ножи так, как есть. Но сейчас я знаю, что есть ножны. Да, совершенно верно. То есть можно их брать с собой в поход. Да, интересный у нас опыт был. Нож, похожий на этот, у нас он называется номер 5, начали использовать охотники для разделки. Для разделки, для снятия шкуры в пылеусловиях, там с дичи. И от них появился запрос на ножны, которые мы выполнили. И у нас пошла серия ножей шкуросъемных с ножнами. Сейчас мы расширили линейку этих ножен на другие уже распространили ножи. Так что у нас практически любой нож, даже хозяйственно-бытовой, может быть укомплектован по желанию заказчика ножными из разных материалов. Наша замена мором и импортозамещение. Можно брать с собой недорогие практичные ножи, которые можно использовать по кухне или по животным. То есть на данный момент у нас ножны делаются на ножи вот такого класса, на ножи филейные. То есть практически нож рыбака, он будет в ножнах и удобен для транспортировки. У нас несколько десятков ножей есть, в Беликоне все, конечно же. Есть кухонные ножи, есть для японцев. Да, даже на японской кухне мы распространили свое производство. И сейчас они очень пользуются спросом среди любителей подобной кухни. Что еще компания производила за эти годы? За 25 лет компания, кроме ножей, производила комплектующие для авиационных двигателей, комплектующие для носимого аварийного запаса пилотов, ножи для автомобильной промышленности. А что это за ножи? Да, это ножи для, они у нас называются внутри предпятия автоножи, а на самом деле это ножи для удаления стекол автомобильных на сервисных центрах по обслуживанию, соответственно, Volkswagen, Mercedes сейчас на нашем рынке очень активно начали их применять. Кортики еще вы производили? Да, кстати, выпускникам военно-морских училищ, будущим офицерам уже дипломированно дарили кортики нашего производства. Сейчас мы тогда, наверное, перейдем к производству, к технологии производства и к стали. Поговорим об этом. Да, это заслуживает особого внимания. Стали мы за 25 лет перепробовали очень много, классические ножевые, которые применяются многими производителями, но в конце концов в тесном сотрудничестве с одной из крупнейших российских фирм по производству металлов и сплавов, возглавляемой Борисом Семеновичем Литваком, ученым металлургом, мы совместно с ними разработали сталь, которая, по нашему мнению и по мнению многих наших пользователей, отвечает всем тем требованиям оптимально, которые хотел бы видеть потребители в наших ножах. Она называется 70Х16МФСШ. Шифровку ее можно посмотреть в интернете, но я могу поподробнее об этом рассказать. Это ту сталь, которую им в шутку называли танковой броней, да? Да. Броней. Не надо танковой. Смех, руки, посетители выставки, клинок, да. Откуда растут вообще корни вот этой байки о танковой броне? Это была неудачная реплика из зала во время одного из моего интервью. На самом деле, эта сталь была 45Х13МФ, которая была одним из слоев броневисты. И она именно за счет своей вязкости гасила все остаточные явления проникновения попадания. То есть, это прародитель той стали, которая используется на ножах? Сейчас доработали и добавили углерода. Хорошо, а мы идем дальше и будем рассказывать уже о подарочных ножах. Это подарочные ножи. Вот этот комплект разработан по заказу Духовного управления мусульман. То есть, он сделан из нашей классической стали 70Х16МФС. Вот этот нож лучше Роман расскажет, поскольку он ездил в музей и именно по музейным изысканиям восстановили вот такую форму ножа. Да, мы в рамках выполнения одного из заказов начали сотрудничать с учеными, историками. Мы перелопатили огромное количество материала на эту тему, поездили по музеям. Например, если вот этот подсоедачный нож есть, как и в наших музеях, то есть, их находят в раскопках на территории Республики Тарстан, так как там располагалась Великая Булгария Волжская. Такой нож, практически схожий по параметрам, с этим хранится в Британском музее. Его нашли, обрели, так скажем, на территории Республики Крым. Вот. И вот, ну, исполняли этот заказ, сделали, может, один из, ну, наверное, один из немногих ножей, которые мы делали по историческим движениям. Это такая копия исторического ножа. Да, ну, в основном, такие были утилитарно, современные формы для конкретных задач, там, военных, либо туристических, а это вот именно была задача на исторический нож. Ну, и вполне интересный получился лимбар, как бы, для, ну, арбуза, да, нехорошо резать, да, он за счет длины и вообще. Есть еще другие ножи, которые с таким тиснением, да, на лимбарке. Именно, и так сказать, да, эту технологию я ранее описывал, как раз эта технология, разработанная Борисом Зельминовичем Богославским, холодного пластического деформирования, которая в один прекрасный момент пришла идея, позволила воплотить объемный рисунок выпуклый, что, наверное, в мире никто не делает, то есть на вальцы наносится вот эта вот, так скажем, форма, матрица, да, которая после прохождения вот этого деформации становится выпуклой. То есть в данном случае сталь применяется другая, она более подходящая для подобного вида операции, это 420С, но свойства все ее тоже знают, в принципе, прекрасные ножи получаются и красивые. Да, очень красиво смотрятся. А какие-то стали еще планируется использовать? Да, у нас постоянно ведется работа с изготовителями, поставщиками стали, и в данный момент, например, мы сотрудничаем с производителями порошковых столей, там широкая гамма различных по свойствам интересных продуктов, и мы получаем из них образцы, испытываем и к какому-то придем со временем, возможно, использованию. Можем увидеть ножи из других столей. Да, да, совершенно верно. Поговорим о тактических ножах, которые хорошо все знают, за что вас любят и ценят, наверное. Да, наша компания со времени своего основания практически сразу начала сотрудничество с одними из основных наших заказчиков по ножевой продукции, это представители различных тест-подразделений вооруженных сил, МВД, Росгвардии. То, как не они, служат критерием оценки нашей работы и составительного технического задания для наших ножей. Они и консультируют, и делятся своим опытом применения. Более того, скажу, что у нас в штате есть представитель, в прошлом офицер СОБРа, участник боевых действий. Леонид, по боевому применению и этим аспектам, наверное, ты лучше расскажешь. Да, то есть, поскольку я тоже являлся сотрудником спецподразделений, поэтому мне легко находить язык с своими коллегами бывшими. Но, с другой стороны, собраться в бывших не бывает. Если обратиться к истории, то это вот ножи уже всем хорошо известны, особенно, то есть, это вот нож-каратель, то есть, это, мне кажется, совершенство, и уже стал давно классикой. Культовый нож. Да, культовый нож. То есть, но время идет вперед, и постоянно, общаясь с непосредственными пользователями наших ножей, мы все время стараемся предугадать их, как бы... Потребности. Потребности, да. То есть, и к форме, в общем-то, претензий нет, но были претензии к креплению ножа, поскольку сейчас уже у них ремней нет наружи, то есть, у них крепление молли, да, поэтому мы разработали вот чехлы такие вот для, всем известны вот здесь вот ножны для ножа катран, он прекрасно, да, помещается, все, и крепится на молли. На пирогу, так как удобно. Молли, да, да, он, да, здесь вот крепление, все, он сохраняет, его можно носить как в кожных ножнах, так и на... На экипировке размещают так, как удобно бойцу. Да, да, в любом положении. Угу. Вот. И, соответственно, серия новых ножей, выпущенная для спецподразделений. Давайте вот о них поподробнее и помню. Да, сделаны тоже, уже сразу идет у них из нового материала Кордур, то есть, тем известно... Хорошо известно. Для нас это как бы вот... И мы раньше его применяли, и первые ножи, кстати, тоже были разработаны под вот такие ножны, но были все-таки приняты в пользу кожаных, а сейчас время пришло, и вот этих вот... Ножны универсальные подходят ко всем этим ножам. Сделали так, чтобы ножны были одинаковые для всех. То есть, это первый нож, это высотник. Всем тоже вот этот узел удержания и рукояти всем известен, из ножа Сапсан. Высотник, он для летчиков, да? Да. Нет, он не для летчиков, он для именно альпинистов. Леонид, я историю, позвольте, я перебью расскажу. На одном из мероприятий с участием представителей спецподразделений, мы с Леонидом в прошлом году присутствовали и имели общение с одним из подразделений, которые озвучили нам свою потребность, сказав, что в каждом спецподразделении есть отдельная специальность, так скажем, высотник. Высотник, это те, кто работает по высоте, это штурмовики, которые входят в здание через окна. Так, объясняем причину, зачем нужен нож высотнику. Ситуация следующая. Первый номер заходил в окно, встретил ответку, получил ранение, значит, завис под окном, сработало спусковое устройство, человек висит без сознания. Второй номер, значит, отработал это окно, адрес зачистили, идет спецоперация эвакуация раненого на высоте. Сотрудник спускается к первому номеру, фиксирует раненого к себе усом, там, неважно, чем, в общем, фиксирует его к себе. Зафиксируем. Достал нож. Теревку. Отлично. Человек зависает на фале. Все, дальше переворот и эвакуация его на первый этаж. Где ждет помощь. На ноже находится стеклобой. Значит, ведутся штурмовые работы, сотрудник зависает над окном, зачищает визуально помещение, видит, что ничего не угрожает его жизни и жизни товарищей, которые находятся слева и справа от оконного проема, потому что на окно в среднем работает 2-3 человека. Значит, зачищающий в данном случае человек, находящийся в разведчике, извлекает нож, делает удар стеклобоем в область рукоятки оконного проема, то есть вот эта рама, визуально представить можно. Здесь вот где-то рукоятка находится с обратной стороны, делает удар, разбивает окно, открывает окно, открывает окно и пошел второй и третий номер, то есть штурм окна. Работа над этим ножом, удобство, как Леонид сказал, рукояти вот этого узла вдохновило нас на создание целой линейки, потому что заказ был и параллельно у нас в разработке от другого спецподразделения, которые, исходя из моего опыта применения, например, вот ножа Гюрза, выразили желание присутствия на ноже более длинного серрейтера. На обухе. Да, на обухе. И благодаря этому родился нож Рейд. Обратите внимание, здесь уже серрейтер у нас довольно-таки длинный, да, повселенного обуха. То есть сейчас спецподразделения стали более мобильными, и у них очень частые прыжки с парашютом, поэтому им понадобился стропорез, поэтому именно с целью разрезания строп увеличились рейдер. А для чего вот это вот? Это для переламывания, ну это классические наши, да, гибкие переламывания проволоки. То есть здесь, если обратить внимание, то центр тяжести перемещен на ручку. Можно наносить очень мощные удары, именно секущие. А для чего вот здесь насечка наносит? Вот я смотрел, на многих ножах она встречается. Да, это я объясню. То есть опять же, этот нож можно использовать как стеклобой, чтобы сделать побольше расстояния между стеклом, и не травняют руку, вот берут именно вот, да, вот в таком, да, вот в таком варианте и наносят удар. Так, а что вот у вас в руках? Да, в руках это тоже одна из новинок. Судя по комментариям в интернете, он уже нашел среди наших зрителей какой-то вот интерес, да. Ну, потому что он может использоваться не только спецфисями, но и обычными туристами. Стоит отметить, да, что он прошел экспертизу как нож... Теретически, да. Теретически, да, разделочный, да. Начнем с того, что форма ножа была выбрана таким образом, чтобы можно было данным ножом выполнять огромный ряд задач, таких как резать, колоть, рубить, а также наносить удары с помощью рукоятки. Если захочется наколоть дров, то при правильном умении этот нож с этим справляется великолепно. Обоюдоострая заточка позволяет данному ножу наносить колотые удары, так скажем, повреждения без особого труда. Вот данным кольцом можно выполнять ряд задач боевых. Ну, во-первых, это кольцо нужно для того, чтобы при ударе рукояткой использовать данный нож как кастет. Вот данный зуб, вот этот зуб, он рассматривался и используется, в принципе, как стеклобой. И также с помощью данного кольца можно конвоировать, так скажем, преступника, либо можно конвоировать пленного, неважно. Методом захвата данного гражданина за палец большой любой руки. Нож большой, поэтому размещать его где-то на внешней поверхности. Магазины будут находиться, здесь система, радиостанция, что-то еще, автомат может находиться здесь. Поэтому целесообразнее его убирать в доступные места, такие вот, например, как на этом бронежилете. Во-первых, рукой вы перекрываете и чувствуете нож. Он у вас вот находится в таком месте, откуда его сложно достать человеку постороннему. Во-вторых, извлекать из этого положения, он под углом находится, его очень удобно. За колечко можно дернуть, можно прям рукой его извлечь. Все, нож в руках. Размещение очень индивидуальная такая вещь. Ну вот, на данном БЦ она представлена вот в таком образе. Кстати, тоже у нас часто возникал вопрос среди любителей нашей продукции. Почему вы, как некоторые другие производители, не делаете гражданские версии боевых ножей, сохраняя, например, ограничитель, пользуясь другими нюансами законодательства. Например, нож вот этот, который вы уже демонстрировали в Катран. Он сейчас тоже у нас проходит экспертизу. Мы его при сохранении ограничителя и не обрезая ему кончик, постараемся при максимальном сохранении его в такой прекрасной красивой форме вывести на гражданский рынок. То есть, чтобы он был не холодненький? Да. Так, а ножны, сейчас я смотрю, появились уже и ножны из Кайдекса. Да, кстати, тоже эти вопросы возникали на выставках. Да, и Кайдекс, и Кордура. Ну, вот в том случае Кайдекс. Очень удобно, кстати, тоже задолго до появления этих вопросов в сети мы начали прорабатывать изготовление ножны из Кайдекса. Опять же, по заказу представителей органов, силовых структур. А что еще у нас там лежит нож большой? Больших ножных таких. Это вот тот самый легендарный нож НУП-21, игла, который разрабатывался совместно с специалистами одного из морских университетов, совместно с представителями морской пехоты. И нашими специалистами прошел огонь и воду. Он участвовал в съемках одной из передач на нашем телевидении. И с ним невообразие вещи, которые... Ну, единственное, что мы не делаем на нашем предприятии, это не стреляем по режущей кромке ножа, как вот поэтому стреляли. Ну, то есть вот здесь, если вы обратите внимание, есть следы от пуль, выпущенных из пистолета автоматического стечкина. На него у нас есть оборудование, которое, например, на излом клинка проверяет продукцию, где закрепляют в разных местах клинок, на него навешиваются грузы, как это называется, ботонинг делали, там рубили, там разные эти канаты, деревяшки строгали, кололи, забивали гвоздь, замеряли твердость. То есть, ну, обычно... А какая твердость? Ну, а твердость у нас по паспорту позиционируется в районе 52-56 по шкале Роквилла. Опять же, мы к этой твердости пришли в рамках нашего многолетнего опыта. То есть, у нас были эксперименты с более твердым, ну, мягкие, более мягкие мы не делали, но, например, я как человек, который увлекается там туризмом, альпинизмом немножко, да, тоже пришел к выводу, что, скорее, тут надо в сторону возможности этот нож в полевых условиях поправить. Поправить, да. Чем вот какие-то там сверху, я не знаю даже для каких задач, там, ну, там, за 60, если будет переваливать, там, по-другому. Ну, конечно, вот, потом с ними ничего не сделать. Совершенно верно. Ну, это мое личное мнение. Ну, у меня вот оно совпадает с вашим, я тоже турист, поэтому... Меня это очень волнует, когда способ заточки в полевых условиях. Это мнение вообще основных пользователей наших, то есть, это вот, ну, военнослужащие, просто спецподразделений... То есть, сочетание пластичности и... Именно, именно пластичность должна быть. Да, твердость, она больше, она из 0. Ну, они у нас по факту так и есть, да, мы просто указываем, там, такой диапазон, немножко, ну, 54-55, ну, меньше. Да, может, чтобы хрупкости не было. Конечно. Ну, вот я сначала вопрос, что бывает, что выкрашивается кромка или ломается острие ножа. Ну, вот, в данном случае, ну, например, да, взять, мы его пытались, конечно, сломать, но не получилось, там, вот этот нож, обратите внимание, он высотник, да, он очень тоненький, и он на испытаниях, вот там, сгибали, там, очень... Даже смотреть страшно было, но он сохранит. Но с дурью можно, что угодно, как говорится, сломать, да. Если задачу поставить, сломать можно. Да, любой производитель, так скажем, он сталкивается с такими вещами, как бы сейчас даже модное слово такое, репрофайлинг, есть-то восстановление обломанного кончика у некоторых наших и зарубежных производителей. Вот, поэтому, ну, например, наш опыт, ну, приносит нам часто очень своих любимых спутников, так скажем, люди, которые ездят по различной командировке, там, в некоторые точки планеты, да, и у них, исходя из моего достаточно личного опыта, ну, никогда вот мне это... Ну, потому что люди используют, так как прохождение спа-процедур, не, да, не приносили ножи с каким-то отломанным концом, там, максимум, там, замятие некоторые, да, которые... Режущие кромки, да, режущие кромки, да, которые мы там спокойно подправляем, никаких не переточки, ничего не нужно. А сколько вообще времени уходит на изготовление ножа? В среднем. Часто встречается такой вопрос, люди у нас очень часто волнуются этих. Я понял, да. Здесь, наверное, если бы мы были кустарным каким-то производством, да, мастером, который там индивидуальному заказу выполняет какой-то нож, мы, наверное, четко бы ответили на этот вопрос. Здесь мы запускаем партии, как бы они идут параллельно, как правило, ну, то есть у нас ассортимент большой, очень много параллельно идет ножей, часть каких-то запущих ножей ждет своей очереди, и поэтому во времени достаточно, если бы мы производили один нож, да, один нож, тогда бы я вам четко сказал. Вот столько у нас. Опять же, от конструкции ножа зависит. Если у нас хозяйственные бытовые ножи, их можно как семечки там штамповать, да, то какие-то более сложные ножи. А вот представьте, да, нож, у которого еще в комплектацию входит, там ножны вот такие. То есть это уже такой мультитул получается, если нужно... Да, масса применения дает, опять же, на требовании. То есть это, соответственно, дольше гораздо получается, чем вот такой нож изготовить. Я смотрю, что начали использовать новые материалы, Микарту, да, на новом вот прототепе. Да, совершенно верно. И G10 мы применяем, Микарту, и стабилизируем древесин. А вот если говорить о количестве, сколько компания всего примерно в месяц производит ножей? В зависимости от запущенных моделей производства, наверное, от 5 до 10 тысяч. В месяц. Ну, от сложности модели, наверное, от разных моделей, и слихозбыт, наверное, его больше производят. Да, да. Соответственно, то есть по номенклатуре там различаются. Вот еще часто встречающийся вопрос об углах сведения и о заточке ножей. Да, в интернете, в обсуждениях часто всплывает, согласен. Сведение такое толстое. Да, толстое сведение. Ну, вот здесь представьте, здесь вот на столе совершенно разным сведением ножи обладает, да, толщиной. Например, вот от 0,3 до 0,4, да, новую линейку мы запустили, да, на специальных ножах. Да, наверное, ну, миллиметр, это вот на этом ноже, да, и угол заточки у него больше 40, по-моему, в районе 48 даже, да, но, несмотря на это, вопреки утверждениям фурмучан и критиков режет прекрасно, можно даже продемонстрировать. Дайте попробуем, вот, например, тубу такую бумажную. Попробую, не тратить скрутили, обычный А4 лист, на конкурсах различных, на живых, часто там применяют, перерубают, да, перерубают, там, вот так вот, как-то там различный образ, но, вот он ничем не закреплен, стоит свободно, как я уже сказал, миллиметр, угол заточки 48 градусов, ну, продемонстрирую, то есть, это не удар, ничего, плавненько, мы его отрежем, прямым углом, без подтяга, вырезаем свободно стоящий тубус. То есть, в первую очередь, влияет, конечно, заточка на рез, а не угол сведения. на данном ноже применена изначально была базовая заточка, она, конечно же, не столь бритвенно-острая, но, буквально, перед визитом сюда и в домашних условиях чуть-чуть буквально довел, поправил все. То есть, ну, не надо каких-то навыками обладать, или специальным оборудованием, это просто нашу базовую заточку, которая у нас, кстати, на приемке на ВТК требований, это рез листа А4, с разных сторон, там, несколько резов, каждый нож проходит, то есть, это, ну, базовые требования к заточке наших ножей, поэтому, что-то от них сверхъестественного ждать не надо, а уже пользователь ножа может, опять же, перетащить в угол, проще гораздо тупой угол переточить, более острый, вот из острого угла уже не сделаешь тупой, без существенного выборки, изменения, геометрии, клинка, вот. Ну, и вот эти ножи, это все-таки уже такой переход немножко даже больше в туризм, да, не только спецподразделения, но и которые можно использовать как огражданинные версии туристических ножей, потому что часть пользователей все-таки тоже используют ножи для похождения в походы, рыбалок, что мы про них тоже можем рассказать? Касательно туристических ножей, представлена была линейка боевых, и вот, кстати, посмотрев одну, даже две, по-моему, у вас передачи вышла с известным специалистом по выживанию, Михаил, очень мне понравилась эта программа, уже упоминал, что я тоже увлечен немножечко туризмом, и на создании вот этого ножа на базе вот этой боевой линейки с тем же узлом рукояти меня именно во многом ваша передача вдохновила, да, и вот сейчас можно сказать, что много повидавшие сотрудники нашей организации уже в очередь выстраиваются чтобы вот такой извините, я первый стою в этой очереди. Очень понравился, да, и вот, наверное, во многом здесь воспользуюсь советами Михаила, да, вы сказали? Михаила Ярина, да, Михаила Михайлович, привет! Да, вот, прекрасный нож, я считаю, получился. Да, хороший, надежный. Ну, и опять же, в линейке, если мы говорим о гражданских ножах, у нас у каждого боевого ножа практически есть гражданский аналог, который отличается отсутствием ограничителя, либо измененный острием, ну, и как уже я упоминал, такой готовится нож производства гражданины, который будет по законодательству попадать. Да, попадать. Ну, и говоря о туристических, об огражданенных ножах, да, можно рассказать о ноже-легионере. Да, то есть, у нас, как бы, идет традиция, что из боевых ножей переходит в туристические, да, в гражданскую версию, а вот этот вот нож, он был нож хозботовой, то есть, его применяют на сейнерах, за минуту им опытные специалисты, обрабатывают до 40 рыб. То есть, когда пришли к нам с заказом сейнера, вот, ну, для сейнеров, то они попросили сделать их по ГОСТу, но мы его немножко сделали более... Наоборот, он более такой выдуманный. он более лобхообразный был, мы его более сделали проникающим, но он очень удобен для туристов и для тех, кто практикует, например, ножевой бой, то есть, потому что он легкий, он удобно лежит в руке, вот мы сделали для него более такую удобную рукоятку, менее громоздкую, который вот... Идет опять же в тех же ножнах, которые подходят для большинства ножей. вот он спокойненько в них помещается, все, он очень удобно, можно его крепить где угодно, хоть на ремне, хоть на... И он достаточно легкий, что тоже немаловажно. Ну да, у него баланс сюда смещен клинок на клинок. И, кстати, делается как раз методом холодного пластического деформирования. Роман, но всегда всех волнует вопрос еще касаемо заточки ножей. Что вы можете об этом рассказать? Ну, могу сказать, что помимо традиционной технологии заточки ножей, мы применяем по требованию заказчика и также ультразвуковую ковку режущей кромки. Эта технология была разработана Бугуславским и Литваковым. Первым буквам их фамилии называется Бали. Суть заключается в том, что на одну... Вот если взять ленточку заточки, то есть с одной стороны на эту ленточку наносится высокопрочный твердый сплав методом электроискрового лигирования. Далее есть специальный аппарат у нас, который представляет из себя два бойка, которые с частотой ультразвука пробивают, бьют по этой режущей кромке, ее формируют и с одной стороны режущую кромку обработанную вот этим с нанесенным на ней высокопрочным этим сплавом, с другой стороны она остается из нашей традиционной стали. Здесь присутствует этот пресловутый эффект самозатачивания в результате разности износа твердой и мягкой стали. Ну и что можно отметить на часто в качестве ответа на часто задаваемый вопрос это не говорит о том, что этим ножом можно там рельсы перегубать и что-то. Не панацея. Да, не панацея. Это просто увеличивает время от держания рельщей кромки. ножа ножа до его первой правки повышает износ стойкости режущей кромки. Тоже такой вопрос о сети почему крупные надписи на клинках были такие? В основном если касательно боевых ножей рассуждать то это в большинстве своем требовании заказчика и тут мы ничего поделать не можем а для ножей которые идут в свободную продажу мы разрабатываем новые шрифты на данный момент избавляемся от некоторых излишеств как в большинстве случаев аргументировано и заявляют поклонники нашей продукции в частности один из экспериментальных шрифтов на этой боевой линейке он практически в глаза не бросается раздражает взгляд также стоит отметить что стали опять же по желанию наших потребителей ставить марку стали сейчас на клинках работаем в этом направлении ну и тогда туристических ножей мы переходим дальше уже к складным ножам и к новинкам мелитака производит еще и складные ножи вообще очень круто потому что одно дело производить фиксированные ножи а другое дело складник потому что тут совсем другая механика другое производство другая разводка давайте расскажем о складных ножах компании у нас представлены здесь две самые популярные модели это модели тоже достаточно новые но мы стараемся тоже их изменять другого цвета накладки поставили и с другим рисунком да с другим рисунком это вот тоже относительно новый нож у него два положения тоже это вот наша разработка то есть именно чтобы мы показывали его на клинке тогда и вот новый нож о котором Роман расскажет сейчас нож частично опять же в различных обсуждениях лично с нажиманными и форумах нас частенько увлеклись мы уже много пару десятков лет традиционными нашими ножами с одним и тем же материалом одним и тем же цветом накладок такие вот скелетные рукоятки делаем и нас упрекали что мы нового материала не применяем решили наконец применить Микар-Джи-10 в данном случае Микар-Джи-10 ранее показывали сам нож не сказать что но клинки зарекомендовали себя на ранних моделях например Багира который с такой скелетной рукояткой раньше производился целой серии К Ракша серии Маули но здесь в данном случае полностью изменена рукоятка и возможно в будущем мы под нее будем новые клинки производить здесь что можно отметить во-первых хорошо зарекомендовавший себя узел очень удобный в применении гуту очень полезный консервы вино что тоже немаловажно у меня среди друзей на производстве у нас есть люди которые не правшие а левшие здесь мы реализовали наконец-то во-первых саму идею клипсы на многих ножах у нас она не реализована и мы ее перекидную сделали то есть не можно перестать на другую сторону узел он еще посовместит стеклобой ну вот такой удобный там все то что зарекомендовал себя фиксатор лайнера предотвращающий склады красивый хороший городской нож многофункциональный а то что он не так флипует не всегда вот многие отмечают что ножи мели ты не флипуют не вылетают мы в этом управлении тоже у нас была партия ножей мы это тоже умеем делать это я подразумеваю под этим это установка подшипников куда у нас вот эта серия ножей рептилий так называю аллигатор серии да была партия с подшипником который прекрасно флиповали но флиповали но мое такое может быть это влияет личные убеждение мнение большинства менее надежный что ли этот узел до забивается грязью мусором там зимой более практика снег попасть опять же перебрать нож с подшипником наверно сложнее зависит от системы применяемой данью тупо рассыпаться там и как-то такими лита в первую очередь это практика практично прочный зарекомендаш себя узел который можно там на излом и просто почистить там разобрать собрать не испытывать никаких трудностей а кто дизайнер ножа большинство новых ножей хозяйственного назначения туристического права ту я как я ранее уже озвучивал в части боевых ножей там конечно вы не скину представляет собой по моему тут не лезем в кухню это другая специфика я художник я так вижу сфера не всегда это как бы встречать тот пик употребителя а чем вдохновляетесь при разработке ножа вот я помню что нашим выпуском вы вдохновили сделали туристический на чем еще спасибо вашим гостю совершенно разнообразными Начиная от общения в кругах ножеманов, руководствуясь их пожеланиями, заканчивая перелопачиванием какой-то литературы по истории ножевого производства. Мне очень нравится нож, ухватистый, хороший. А вот спартанцев, это же были уже ножи или на них новые накладки? Спартанцы были совершенно другими накладками. Можно сказать, что накладки появились раньше, чем названия, и поэтому немножечко меня очень коробило, и сказал, давайте запустим соответствующее название накладки с изображением спартанца, как вы видите. Он же получается такой, не только утилитарный, но и внешне очень симпатичный. Да, такой стильненький, с собой, так сказать, девчонки, кстати, любят, в сумочке хорошо помещается кожурку на яблочке почистить, ниточку отрезать. Ну и что нам еще ожидать? Какие новинки? Что может клинку будет? Клинку будет зависеть от системы сертификации, а из новинок, но сейчас работаю, я веду в области туристических ножей дополнительно. Мы образец, к сожалению, чуть-чуть не успели сделать, еще одного ножа интересного из разряда туристических. И очень мне нравится новый наш проект, на данный момент мы очень плотно законтачили с специалистами водолазами, дайверами, пловцами. И в рамках этих вот контактов мы готовим к производству серию ножей для подводного, начиная просто тех, кто любит погружаться там охотой какой-то занимается, кончая профессионалами, водолазами, которые уже какие-то работы там, поиску подъема, обследованию подводных объектов занимаются. Будем ждать. Ну что, на самом деле в рамках передачи очень сложно рассказать о многих вещах, мы можем не все тут захватить, но если вам интересно, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, и Мелитэка будет отвечать на них. Поэтому, а мы переходим к следующему, к самому интересному, это будет конкурс. Прямо сейчас в группе ВК компании Мелитэка, ссылочка есть в описании этого видео, проходит конкурс, розыгрыш вот такого ножа «Спартанец». Переходите по ссылке, участвуйте в конкурсе, всем удачи. Ну что, будем заканчивать. Компания Мелитэка за эти годы прошла очень большой путь, мы увидели здесь только часть того, что она производит, пообщались, мне кажется, очень интересно. Спасибо вам большое. Ну, а вы пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки. С вами был Санчес, Леонид, Роман, всем добра. До свидания.